Хочешь крутую футболку для себя, друга или девушки? Тогда не трать время, заходи скорее в мой магазин одежды, покупай самые крутые футболки и радуйся. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, с вами Механик. Сегодня у нас эксперименты в GTA 5. И многие из вас просили узнать, что же будет, если танк выстрелит в стекло или через стекло. Итак, смотрите, вот это у нас пробный стенд. Здесь я выбирал, какое стекло буду использовать. Нашел вот такое вот квадратное, достаточно интересный вид стекла. Здесь просто наставлены различные виды. И здесь у нас тестовые образцы стоят из банды Баллас. Здесь у нас сколько? Здесь у нас 6 стекол. И здесь уже, то есть это контрольная, контрольная точка, так сказать. Будем стрелять по ним через 6 стекол. Здесь у нас 3 стекла. Будем стрелять через 3 стекла. Здесь уже стоит 8 стекол, так как ранее мы выяснили, что пуля пробивает через 8 стекол. То есть 8 стекол она разбивает, поэтому здесь вот как раз таки 8 стекол. Мы посмотрим, 8 является ли конечным стеклом или нет. Здесь уже стоит 9 стекол. И также за каждым последним стеклом стоит не один человек, а группа лиц для того, чтобы легче было попасть в них танком. Все-таки танк не особо точное орудие, на мой взгляд. Это вам не снайперская винтовка. Поэтому буду использовать несколько человек для того, чтобы попасть хоть в кого-нибудь, если вообще получится кого-то уничтожить. Итак, первым выстрелом я думаю, что, во-первых, нужно немного отъехать. Наверное, как-то вот так, вот так, наверное, нужно встать. Вот я думаю, что первым выстрелом я шибану вот сюда, через... С одной стороны, конечно, многие из вас скажут, что если я сейчас выстрелю в этих людей, они взорвутся, то сторонние разбегутся. И, наверное, они будут правы. Поэтому давайте, наверное, сначала вот в этот тестовый образец я выстрелю. Я даже не вижу, где там эти люди, но смотрите. Вроде как наводка какая-то срабатывает. Вот что это? В кого-то же он целится. Поэтому давайте на счет 3 я выстрелю. Надеюсь, вы готовы. Раз, два, три. Оу. Что, блин? Так. Просто пострелять для того, чтобы понять вообще, куда летит пуля. Снаряд, вернее. И давайте еще разик. Ребят, как вы видите, снаряд взрывается почему-то здесь. Хорошо, если я вот так вот сделаю. Какого, блин, хрена происходит? Он не пробивает стекла или что? Или это рикошет? Как это вообще понять? Что происходит, блин? Давайте еще раз. Куда ушел снаряд? Вы понимаете, что происходит? Я что-то не совсем понимаю. Вы видите, что, блин, творится? Ни хрена не понятно. Горит танк. Охренеть просто можно. Слушайте, знаете, что мы должны сделать? Мне кажется, что нужно шибануть вот в этот... В этот стенд. Так. Надеюсь, что танк мы не взорвется. Давайте починим его на всякий случай. Итак. Если вы готовы, тогда я тоже готов. И сейчас стреляем. Раз, два, три. Рикошетит. Черт возьми, реально рикошетит. Хорошо. Вот три стекла. Происходит реально рикошет. Каким образом сейчас это произошло, я не могу, если честно, понять. Странно. После нескольких рикошетов вдруг начались пробития. То есть... Вот снова посмотрите, как это понять можно. Ё-моё. Я нихрена просто не могу понять. Это какой-то бред. Это вообще бред какой-то. Вот смотрите. И вот снова. Вы видели, да? Я выстрелил сюда. От стекла происходит какой-то... И вот снова. Какой-то рикошет происходит от стекла. Офигеть. Просто можно. Ну что ж, давайте попробуем через девять стекол шабануть. Человек упал. Стекла чуть-чуть пооткалывались. Но повреждений стекла нет. И человек жив. Ребят, происходит реально рикошет. Просто на просто рикошет происходит. Видите? Танк взрывается. И вот только на... Я не знаю, какой это раз был. Только на этот раз, на последний, получилось пробитие. Это уже через одно стекло. Офигеть просто. Я такого просто не мог представить себе. Черт. Как это вообще возможно? То есть от стекла получается какой-то жесткий рикошет. Почему, когда я стрелял с обычных орудий, такого не происходило? А вот именно с танка это происходит. Причем я стрелял из... Как они называются там? С РПГ и прочих ракетниц. Но такого ничего не было. Здесь же танк действительно рикошетит. Это просто очумительно, ребят. Если вам понравилось это видео, если понравился этот эксперимент, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Механик. И всем пока! С вами был Механик.